Скажите, вот вы работаете в агентстве недвижимости, а что такое наша профессия, кто-нибудь знает? В двух словах. Вообще, чем вы занимаетесь? Нужно в месяц. В месяц. А вообще, профессия риэлтор, в чем заключается? Посредник среди продавцов-покупателей или арендаторов-арендаторов-дателям. То есть, смотри, в двух словах водитель какого-нибудь грузовика может запросто объяснить, чем он занимает себя. Он сидит за рулем, нажимает на педаль, управляет машиной, перевозит грузы и так далее. Перевозит груза от пункта. На заводе есть упаковщики, есть грузчики, есть люди, которые операторы линии разлива, управляющие команды строителей и так далее. А риэлтор, кто как у риэлтора? Это сфера оказания услуг. В чем заключается работа риэлтора? Оказание услуг. Ну вот парикмахер оказывает услугу, он постригает. Вот он, да? Там, массажист оказывает услугу, массаж делает. У нас вообще в сфере услуг занят 80% людей. А вот риэлтор, что он делает риэлтор? Вот, например, юрист, да? Это тоже же услуга. Да, да, да. Но, пресс, услуга конкретная. То есть, юрист чем занимается? Это специалист по закону, специалист разбирается в бумагах. Риэлтор это юрист? У нас более широкое направление. Одновременно, одновременно немножко юрист, одновременно и переговорщик, одновременно и психолог, и специалист по финансам. Ну, тут как бы совещено все. Риэлтор помогает решить проблемы людей, связанные с имением. Трудности. А чем занимается все риэлтор? Как зарабатывает деньги? Это помощник в оформлении? Обычный вопрос, да? Каждый клиент может сказать, эти риэлторы, это нахлебники, там, не знаю, там сидят, халявщики. С чего деньги-то берут? Вообще за что? Ну, тема нашего сегодняшнего тренинга, там, семинара, это продажа услуги риэлтора, а конкретно договора, оказание услуг, эксклюзивного договора по системе SPIN. Ну, во-первых, чтобы уметь продавать свою услугу, надо уметь ее для себя, самого хотя бы формулировать. Что такое услуга риэлтора? Это сложно, мы к этому вернемся чуть попозже. Сейчас давайте конкретно. Риэлторов, ну, в двух словах я могу так сказать, что суть работы риэлтора, вот чем мы занимаемся, в отличие, например, от водителя, или там, и камещика, или там, и плотника, мы говорим слова. Работа риэлтора – это набор слов в нужной последовательности, в нужное время, в нужном месте. Мы зарабатываем тем, что умеем правильно говорить. И от того, как мы правильно построим разговор с нашим заказчиком, зависит полностью наш заработок и успех вообще всего-всего дела. Правда же? Но как построить правильный разговор с клиентом, чтобы все-таки его вывести на продажу услуг? Есть такая техника. Был такой человек, Нил Рекхам. Он... Я бы на прошлом тренинге вам скользко про него рассказал. Так вот, Нил Рекхам, он изобрел систему спин. Спин. Ситуэйшн, проблем, имплитейшн и нитпей-офф. То есть, это система задавания вопросов, которые помогают продать любой товар, любую услугу, ориентируясь на клиента, ориентируясь на его проблемы и помогая решить эти проблемы. И так далее. Это мы все проходили на других тренингах. А вот какие конкретные должны быть вопросы? Как должна быть построена... Как построен должен быть разговор, чтобы вывести человека на продажу услуги? Для этого и существует система спин. Итак, по системе спин. Сначала вы задаете ситуационные вопросы. Ситуационные вопросы – это вопросы, которые позволяют выяснить, в какой сейчас конкретной ситуации находится человек при реализации своих потребностей. Следующий блок вопросов – проблемные вопросы. Вы, задавая вопросы клиенту, обнаруживаете, какие у него есть проблемы. Следующий блок вопросов – извлекающие, извлекающие. Это когда вы эти проблемы, обнаруженные в разговоре с клиентом, вытаскиваете наружу, посыпаете их солью, проходите по ним трактором, делаете так, чтобы сам клиент вдруг понял, насколько у него все серьезно. И последний блок вопросов – направляющие, «need paying off» – направляющие. Это вопросы, в результате которых человек подходит к тому, чтобы заключить с вами сделку. Купить у вас чугу, заключить у вас договор, или купить у вас квартиру. Понятное дело, что задавая все эти вопросы, вы присоединяетесь к нему, осознавая человек властью, поддержка. Вы проходили у Натальи Юрьевны, какие там были люди? Помните? Взрослый ребенок. Какие были разные люди? Родители. Да, да, да. То есть мы понимаем, на каком языке мы говорим. И самое главное, Наталья Юрьевна, вы про это не говорили, а это очень важно. Мы помним, какие потребности он реализует, обращаясь к вам. Пирамида Москова. Пирамида Москова. Абсолютно верно. Знаете, что это такое? Ну, это такое, общее место. Все продавцы проходят, что такое пирамида Москова. Ты точно знаешь, да? Кто не знает? Говорю, те, кто знают, повторением отличия. Да, 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 да. Ну, это все говорит сто раз. Но при разговоре кто-нибудь специально помнит об этом, точку контроля держит, нужно иногда себя специально возвращать вот на этот уровень, чтобы пытаться у человека, с которым вы ведете беседу, выявить его потребности. Итак, по Маслову. Потребности человека можно изобразить в виде пирамид на нижнем уровне. находятся потребности, связанные с физическим существованием человека. То есть это еда, одежда, чтобы согреться, крыша над головой. На втором уровне находится безопасность, комфорт. На третьем уровне находится принадлежность к обществу. То есть все мы люди, все мы, существа, стадные, общественные. Нам необходимо идентифицировать себя как часть какого-то общества. Когда мы о себе говорим, я член команды Дорогой. Или, например, я болельщик за Спартак. И так далее. То есть, когда человек говорит о себе, он обычно говорит о себе как о единице какого-то, да-да-да, частичке большого, какого-то общества. На следующем уровне, и почему именно сейчас? На следующем уровне находится статус. То есть человеку, даже когда он принадлежит к какому-то обществу, важно в этом обществе быть не на последнем месте. То есть, иметь какой-то статус. Поэтому мы говорим, я риэлтор. А потом добавляем с 20-летним стажем, главный специалист, тогда чего мы там пишем. И на самом последнем уровне это потребность самовыражения, самовыразиться. По методике Маслова сначала должна быть реализована потребность нижнего уровня, а только потом потребности высшего. То есть, когда у человека все в порядке с едой, с пищей, с крышей над головой, только тогда он думает, а как это сохранить? Как сохранить свою жизнь? Как сохранить жизнь своих близких? Когда с этим у него все в порядке, он спокоен, тогда он решает вопрос о принадлежности к обществу, к какому-то социуму. Когда и здесь все в порядке, когда он чувствует себя полноправным членом какого-то общества, тогда он думает о статусе, чтобы в этом обществе быть не на последнем месте. И когда уже здесь все реализовано, только тогда он думает о том, как бы само выразиться. При разговоре с ним, задавая с ним вопросы, выясняя его потребности, можно определить характер этих потребностей. И характер потребностей очень богатого, статусного человека запросто может быть на уровне пирамиды маслов безопасности. То есть, например, вы ему будете говорить, ну, к примеру, этот дом покупают все такие же боссы, как и вы. Да, мне что, плевать, он будет отвечать. Все будут покупать, все будут с крыши прыгать, что ли, тоже прыгать. Значит, это не эта потребность. Вы будете ему говорить, ну, вы знаете, вот в этом поселке покупают именно элита. То есть, самые-самые... Он говорит, да мне наплевать на элиту, наоборот, даже мне бы хотелось... То есть, опять чувствуете, что немножко не туда. А он будет, например, спрашивать, какой толщина здесь ворота? Или, например, как освещены здесь улицы, или какая охрана? То есть, у него, да, он заработал много, но его больше сейчас заботит, потребность его основная, как сохранить эти заработанные деньги, или, например, жизнь своих детей. С чем-то это может связано. Понимаете, да? И наоборот. Человек, который пришел к вам вдруг, видно по внешнему виду, что у него низкий уровень достатка, вдруг оказывается, что ему нужно само выразиться. Задавая вопросы ему, вы определяете. То есть, представляете, да, сколько точек внимания нужно контролировать риэлтору при разговоре с своим клиентом? Вы должны иметь перед собой цель беседы. В каждом отдельном случае, на каждом пункте, на каждом этапе введения клиента к сделке, есть своя определенная цель. Самое первое... Мы это проходили уже, я просто напоминаю. Когда мы разговариваем с клиентом по телефону, самый первый холодный звонок. Цель какая? Встреча. Продажа встречи. Когда мы только встретились. Цель какая? И так далее. Пришел человек, у нас определенная цель. Когда показываем, следующее определенное, надо держать ее в голове. Второе. Нужно понимать чувство человека, присоединяться к нему, понимая... Говорить на его языке. Треть. Разговаривая с ним, мы выясняем его пирамиды, по пирамиде Маслову, его потребности. И реализуем эти потребности.